Это мы утверждаем. Если этих людей мы не уберем, мы не сможем спокойно есть и спать. Мы так говорим. Мы. Мы потеряем свои кормушки. В Аллахе, Биллахе, мы истребляем людей. Пусть великий Аллах, людей, что на высоких постах управляют людьми, и тех ученых, которые довольны ими, пусть великий Аллах выведет с Кавказа унизив. Пусть великий Аллах лишит их семьи благополучия и сделает их богатство тщетными. Это люди, которые хотят пролития чужой крови. Враги Аллаха. Враги Аллаха. Они хотели меня убить из-за этого разговора. И та бомба, что мне подложили только из-за того, что я говорю об этом. Валлахе, Биллахе, только из-за этого. Враги Аллаха. Пусть Всевышний Аллах погубит всех, кто на этом свете приносит беды мусульманам. Сирии. Где бы то ни было, где проживают мусульмане. А на Кавказе это уму непостижимо, сколько тут проливают крови. Во всей России даже такого нет. Вот за эти 20 лет во всей России даже 10% не пролито крови в сравнении с Кавказом. Но мы же жили при СССР мирно. Но не было же такого раньше. Этих войн и проблем таких. Что с нами? Это все мы. Крысы, которые тут находятся. Шантропа, которые ради денег готовы похищать людей. Шантропа, которую поставили над людьми. Мы во всем виноваты. Ситуация соответствует нам, потому что соответствует тому, что мы делаем. Но Аллах ведь не давал такого права. Аллах ведь говорит, не изменит наше положение, пока мы не изменимся. Аллах не давал права убивать человека без причины. Если виноват, у нас же есть власть, светский закон. Почему людей убивают? Это же один из самых больших грехов. Человеку, который нарочно убил мусульманина, местью будет вечный ад. Пусть Аллах оставит их там навечно. Всех, кто был причастен к убийству людей. Всех, кто остался доволен этим. Аллах обижен на них. Пусть Аллах разгневается на них и на их семья. Всем, кто был с ними и кто был доволен ими. Аллах говорит, проклял их. Это не я говорю и проклинаю. Аллах же ведь проклинает. Пусть Аллах проклянет их и отдалит их от своего милосердия. Люди, которые не дают нормальной жизни другим людям. Аллах говорит, что приготовил для них великие мучения. Пусть великий Аллах, если они не остановятся, сделав таубу. Пусть Аллах не избавляет их от этих мучений. А Аллах их не избавит. Не убивайте людей, о люди. Не убивайте людей. Местность, где убивают людей, никогда не может быть благословенной. Как можно даже каплю крови мусульманина пролить? Если виноват, приди ко мне. И скажи мне, что я сделал. Враг Аллаха. Плевал я на то, что ты убьешь меня. Я тебя не боюсь. Что я тебе сделал? Чем я мешаю жизни твоей семьи, твоей жизни? Тому, что ты воруешь чужие деньги. Делаешь себе города, дороги. То, что ты миллиарды к себе таскаешь. И я должен умереть из-за того, что сказал тебе не воровать? Из-за чего я должен умереть? Вот так пропадают потом люди. Почему они пропадают? Пусть великий Аллах погубит их. Пусть великий Аллах до того, как настанет завтрашнее утро, тем, кто в состоянии остановить это зло на Кавказе, так проявить на них свой гнев, что другие говорили бы, что с вами стало? Если они, имея возможность, не останавливают это. Да что это такое? Вон ту стоянку, которую обещали отдать. Не отдают. Хоть я сто раз уже об этом тут говорил. Почему никто не отвечает? Я-то знаю, что вы ее продали. Люди говорят, что вы ее продали. Чиновники, но раз вы продали, так и скажите. Сюда приходят люди, говорят, не говори про это в мечети. Так я не про землю твоего отца говорю, а про землю, которую мне выделили для мечети для мусульман. Не говорите об этом еще, говорят. Но если ты продал, будь мужиком, скажи. Я продал землю по частям, и если бы ты сейчас не говорил об этом, то мы нормально бы жили, взяв деньги за нее. Скажи, если ты не баба, скажи. Я тебе ничего не говорю. Ты мужик вообще. Скажи мне. Мы продали. Хочешь сказать, что до тебя не доходит то, что говорю? Валлахи, биллахи, не останется это неуслышанным тобой. Мунафики, враги Аллаха, лицемеры. Еще вы доверия хотите. Какое доверие? Как можно вам доверять? Враги Аллаха, копеечники. Продолжение следует.